Всем привет, ребят, находимся в Ротосуме. Всем привет. Да, мы находимся в Ротосуме. Ухода в Суперадвенчурбокс. Это с 1 апреля. После дополнения появилась такая возможность в ГВ-2 окунуться, скажем так, в 8-битный мир. А вот мы сейчас пойдем данж. Покажем вам данж. Да, покажем вам данж. 1 апреля, как говорится, в Америке День Дурака. Сделали этот 8-битный данж, который мы с Антоном хотим вам показать. Антон, что ты расскажешь про вот эту надпись, которая появляется, когда грузится? Загружается данж. Ой, я, честно, в корейском не силен, в китайском тоже, ну и в японском тоже. Не знаю, только можно предполагать. Да, любителям Майнкрафта очень это понравится. Как вы видите, великолепная графика облаков. Вход, муша. Начинаем аккуратно прыгать. Так, надо взять монетку и отдать вот этому ротатому чувачку. Во, меня впустили. А тебя? И меня. Вот, смотри, вот тут 4 домика. А так, 4 мира, я так понимаю, будет. Но пока доступен только один. Беревянный сруб вот этот, да? Да. Три зоны там. Да, и тут три зоны, но мы пойдем в первую. Как ты думаешь, популярность в Майнкрафт повлияла на то, что они сделали дизайн такого уровня? Или это просто юмор у них такой? Ну, я не знаю, что именно могло повлиять. Ну, идея довольно интересная, что я могу сказать. Потому что, как видно по Ротосуму, людей здесь полно, всем интересно здесь побегать. Получить не только достижения и красивые внешки, которые только есть. Ну, тут какую-то принцессу украли, ну, и нам надо ее спасти. Ну, да, паренек с бровями Ельцина и других президентов СССР просит нас спасти принцессу. В этих мирах полно всяких секретов. Некоторые, конечно, известны, некоторые еще нет. Подожди, там была надпись Чаун Чиро Ван Чиро уровень 1. Так, ну, первый тут даже есть небольшой секрет, прям в начале. Вот, смотри, вот здесь есть сундук. Мы с палками бегаем? У меня в руке палка. У нас такие деревянные мечи. Опа. Вот, смотри, это у нас такой мега крутой ящик. Берем ключ, бери этот, а я этот. И на счет 3 открываем его на двойку нажимаем. Я понял. два, три. И получаем награду. Ну что, можно двигаться дальше. Великолепная графика. как хотите, как хотите, называйте. Вот очередная змея. Мы продолжаем свой крестовый противозмейный поход. Так, ну тут. Чаун Чиро уровень состоит с нескольких зон. Вот мы переходим во вторую зону. то есть две синых клавиш на них нужно наступить. Это безяна террористка. Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин. У меня спили камни. Вот, кстати, если присмотреться вниз, то мы видим сердечки. Это жизни наши. Ну давай еще раз попробуем пойти. Давай, конечно. То есть нужно и искать маршрут такой вот непростой восьмибитный мир. Перекат сработал. Великолепная музыка. Угу. Давай, убил эту отрицану. Есть. Валерий Кузьмин. Ну ладно, бог с ним. Пошли в конюзу. Давай ты будешь конюзу уйти, я поверху пока не упаду. Ну давай, попробуй. меня убили. Ну, восстанавливайся. Подлецы. Ничего себе, обезьяны убивают. все убивают, все плюются, стреляются. Мы так не договаривались с ними. Старайтесь, да, отходить от красных крестиков. Мне какой-то ключ дали. Это хорошо, тут сундук есть, иди ко мне с тем ключом. Насколько я понимаю, где ты? Меня убили. Сейчас я вас расскажу. А от жизни ничкак нельзя пополнить, да? Ну как, можно выпить? Пока мы столько выбивают с меня жизнь. Вот вам мы супер подземелье. Ладно, спускайся ко мне, ты где сейчас находишься? Я наверху. Вот, спустился. Угу. В принципе, сейчас мы видим начальный билд, который у тебя был. Вон лежит возле змеи. И в руке еще один у меня ключ. Ага. Сейчас я возьму ключ и пойдем открывать сундук. Побежали. Изначально разработчики хотели сделать гилдок флорс именно таким. возможно, он должен был именно так выглядеть. Ну так как у них не хватило денег на разработку с таким графичным... Да, ну и о моем. Можно мотикнуться одним раз. Сука, сука, сука. Ну вот как так-то недопрыгивание. Недалекий. Есть. Я выкрутился из ситуации. Так, сундуком такой самый. На счет три нажимаем два. Раз, два, три. Так нажимаем два или три? Не, нажимаем два. Есть. Еще раз эти шарики нам. Так, ну, пошли вниз. Я предлагаю вот так сделать. Ну, А, попал. Возникает вопрос, зачем? Там что-то есть интересное. Сейчас попробуем посмотреть. Я что-то не вижу тут, не спеши сюда. Там где-то, тут есть скрытые комнаты. Всего вот в каждом мире по семь скрытых комнат. То есть, если вы их найдете, все вы получите определенное достижение. великолепное оружие палка. Да, еще тут где-то можно купить рогатку. Есть еще бомбы, которые взрывают заваренные всякие проходы. Дошел до края, кстати? До края чего? Там, где ты прыгал. Я вообще по какой-то стенке прыгал. А секретные эти комнаты, интересно, как они выглядят. Потому что я пока не наблюдаю ни одной секретной комнаты. Полагаю, там где-то вверх. Пойдем дальше. На сейчас. Я на ступеньке стою. Давай, дальше. Вон, смотри, вот видишь, вот здесь разломанная стена. Вот если сюда принести поставить бомбу, будет очередная скрытая комната. Ребят, подошли к очередному чекпоинту, то есть, если мы умрем, мы будем начинать именно отсюда. Так, ну, дальше вот сюда лучше. Отсюда вам можно. Где-то там? Вот, сзади лежит. Я сзади. обезьяны опять будут наказаны. Есть, нас перекидывают в очередную зону. Угу. Сейчас пролетят пчелы. Нужно их подождать. Вон летят уже, я вижу. они сейчас пролетят к цветкам и возьмут оттуда шарики. То есть, если мы их убьем, то мы получим шарики, которые не взяли. Вот так. Вот тут скрытый небольшой туннель, на котором есть босс. Ну, его можно убивать, не убивать. Проклятая пчела, отдай. Есть. Что-то мы заменим босса. Где он? Где эта сволочь? Так, очередная обезьяна. Отдаю убить. Еще где-то есть обезьяна. А, да, вижу. похож на волка, сну, погоди. Это большая пчела. Это пчела? Так, как ее убивать? Один ее должен отвлекать, второй должен ее бить. Я понял. Начинай тогда. зачем только волкс? погоди, я одел костюмы пчелы. Ого. Отходи. 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 Надо было тебе возле нее стоять, она на меня сагрена. я ее вижу. У меня одна жизнь осталась. Отходи, отходи. Не бей ее постоянно. Пока на тебя согреть, я сумею, я смогу. Она сейчас будет крутиться, отходи лучше. Я отказываюсь отступать, командир. Продолжаем наше супер 8-битное путешествие в великолепном мире Guild of Wars на день дурака. С первым апреля вас, ребят, с прошедшим. Да, все с первым апреля. Многие из вас думают и смотрят, какого хера? Да, два героя с игры Guild of Wars делают в этом великолепном, насыщенной графикой и спецэффектами мира. Антон нам на этот вопрос сейчас и ответит. Да что ж тут сказать, я даже не знаю, слов нет. Хотелось бы процитировать одного персонажа с фильма американского. Why? Why? Что же это за персонаж такой? Женщина, у которого убили сына, который я на подбегала и кричала, зачем, зачем, за что, почему мы здесь возникают грозные. У тебя осталось одна жизнь. Нет, у меня еще два сердечка. Но две, две. Это у меня одна. Так что, не так просто осторожен. Почки можно разбивать. Значит, с обезьяны выпадает сыр, он и пополняет жизнь. Но пополняет только на полу. Там не много сыр, тут много чего есть. Пока выпал только сыр. Так, но тот, иди за мной, тот. Небольшая хитрость есть. Ну, я так понимаю, это было обычная шутка. Не, 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 не туда. Небольшая хитрость есть. Наверх Получается Так, нам тут теперь Нужно подняться наверх Тут еще есть стрелочки-указатели Которые показывают Куда нужно идти Ребят, если вы знаете В честь какой игры Разработчики Гилсов Бор Сделали этот уровень Напишите, пожалуйста, в комментариях Или же это просто дань Восьмибитной платформе Так, там мы не поднимемся, давай Давай, давай Положизни осталось Полсердечка даже Ну вот, мы подошли к боссу Значит, слушай, как его убивать Зря туда выскочил Значит, смотри, там есть лазер наверх Тут нужно бегать вокруг вот этой решетки И лупить единичкой И по кругу побежал Мы ломаем клетку, как вы поняли И беги по кругу постоянно Потому что лазер стреляет Конечно, меткость этот лазер не обладает Но все равно лучше Все Правильно пройден Получаем награду Открываем Сундук Все Все пройдено Да, этап пройден Да То есть мы продвигаемся По этому пиксельному миру Дальше и дальше Да, и далее будет уже уровень 2 То есть зона 2 Ребят, ребят Это зона 2 Ее смотрите в следующем обзоре Спасибо за внимание Задавайте ваши вопросы Да, всем спасибо Подписывайтесь на наш канал Пишите, чтобы вы хотели увидеть Обзоры на Ки-игры и так далее Спасибо всем До свидания Да, всем спасибо До свидания